Привет! Вы находитесь на канале Software Engineering, меня зовут Евгений и сегодня поговорим про менторство, а именно про обратную сторону этой медали. Какие конфликты возникают между ментором и его учеником и в принципе являются причиной, по которой многие люди не хотят становиться наставниками. Существует две ситуации. Первая ситуация, когда вы являетесь наставником на работе, то есть вы более продвинутый член команды, приходит человек, который занимает базовую строчку джуна и вам нужно его подтянуть. Это наиболее частая и, наверное, наименее конфликтная ситуация, потому что на рабочем месте вы выполняете данную функцию просто как еще одну рабочую функцию. Но есть ситуация, когда человек только ищет работу и искренне и правильно считает, что помочь в поиске работы и ускорить его прогресс, развитие может человек с опытом и знаниями. И он ищет ментора именно для того, чтобы тот с ним позанимался, помог ему найти первую работу, подготовил его к собеседованию, нашел его слабые места. И вот в этой ситуации как раз большая часть конфликтов и возникает. Именно здесь люди не особо стремятся становиться менторами. Но давайте перейдем к конфликтам. Самый неприятный конфликт – это когда ты вдруг узнаешь, что ты, оказывается, в качестве ментора не очень-то и стараешься, что у тебя не горят глаза, что ты мог бы лучше помогать. И если уж ты согласился, то надо стараться. Ну, что-то подобное можно узнать как от самого человека, он может сказать тебе это прямо в переписке. А может где-то, если у вас есть общий знакомый, кому-то из твоих знакомых сказать. И это неприятно, потому что человек не понимает, что когда ты свободный от работы времени, помогаешь ему, то для тебя это дополнительная нагрузка. И по сути это для тебя такой балласт, который не очень тебя радует. Очень часто такое происходит, например, когда тебя попросили позаниматься с кем-то из твоих знакомых. Например, у вас родители дружат, и тебя попросили с сыном этих друзей позаниматься, или с дочкой. Или тебя какой-то хороший товарищ попросил позаниматься с его хорошим товарищем, или с дальним родственником. В общем, такая ситуация, когда ты занимаешься с человеком, по сути, занимаешься благотворительностью. И в результате оказывается, что ты еще и не очень-то стараешься. И человек даже не задается вопросом, а почему ты должен, собственно говоря, еще и стараться, когда для тебя это действительно в тягость. Окей. Но такое, кстати, может возникнуть и на рабочем месте. Бывает и такое, что люди жалуются руководству, что они не успевают и не справляются, потому что, оказывается, твой ментор не очень тебе помогает войти в рабочий процесс. Он не очень старается. И надо сказать, что действительно большинство ситуаций, когда тебе нужно кому-то помочь, они не вызывают большого энтузиазма. Потому что это дополнительная работа, дополнительная нагрузка. И, как правило, она не дает никакого для тебя лично, как для ментора, никакого положительного эффекта. Либо дает, но очень маленький. Поэтому будьте готовы к тому, что если с вами кто-то будет заниматься, не факт, что у него при этом будут безумно гореть глаза, и он будет воспринимать это как праздник в своей жизни. Скорее всего, будет наоборот. Второй момент, когда человек предлагает за помощь деньги. Здесь вокруг денег всегда возникает огромное количество конфликтных ситуаций. Самая первая ситуация заключается в размере справедливой оплаты. То есть, как это выглядит для ментора. То есть, если у нас ментор – это продвинутый специалист, и специалист высокого уровня, то его оклад на рабочем месте начинается где-то с 1000 рублей в час. От 1000 до 5000 сегодня наши продвинутые разработчики могут получать. И на самом деле, если тебя просят позаниматься с человеком за деньги в свободное время, то ты не будешь заниматься по тем расценкам, на которых работаешь на работе. Потому что это личное время, это то время, которое ты мог бы провести с семьей, провести с друзьями, сходить куда-то. Ты его ценишь гораздо выше. Поэтому лично я в таком случае умножаю свой часовой рейд на работе на 2. И для меня тогда интересная цена – это часовой рейд на работе умноженный на 2. Таким образом, для человека, который ищет ментора, это сумма от 2000 и выше. Естественно, человек, который ищет ментора, у которого нет работы, платить по 2000 в час очень не хочет. Максимум, на что я лично видел готовые люди – это 800 рублей в час, 600 рублей в час, даже 300 рублей в час. Даже эти деньги считаются уже какими-то хорошими. Скорее всего, потому что примерно такие деньги получают репетиторы по английскому, математике и так далее. Для ментора, для хорошего специалиста, для хорошего разработчика – это недостаточно высокая мотивация. Тем не менее, бывает такое, что соглашаешься, потому что хочешь помочь человеку. Но в конце концов, человек может рассказать о своей грустной истории, о том, как ему нужна твоя помощь, и ты думаешь, ну, бог с ним, помогу. И в этот момент начинается второй конфликт, заключается в том, что человек, который хочет, чтобы ему помогали, не готов оплачивать то время, которое он не видит. То есть, если вы как разработчик помогаете и смотрите код, готовите какие-то материалы, конспекты, пишете письма, готовите задачки, проверяете какие-то там задания, которые давали человеку. Вот это время ваш ученик не видит и оплачивать его не хочет. Он хочет оплачивать только непосредственное общение. То есть, общение, которое было, например, в скайпе. И здесь тоже возникает конфликт, что вам мало того, что и так платят не те деньги, которые вы рассчитывали, а то время, которое вы тратите, оно вообще не учитывается, да, если это нигде, оно не зафиксировано, если вас не видели в этот момент, ваше лицо не видели в скайпе. И это, по сути, делает абсолютно бессмысленным какое-либо взаимодействие с людьми, которые не на вашем рабочем месте. То есть, в личное время заниматься менторством – это просто большой-большой геморрой. Вам ничего не платят, от вас требуют так, как будто бы вам платят много, вам говорят, что «ну я же тебе получу деньги, как же ты не стараешься, давай как-то получше старайся». При этом не учитывают время, которое, полное время, которое вы тратите, и поэтому вот в 99 случаях люди не пойдут на личное, на менторство в личное время, потому что вы просто не сможете компенсировать материально те затраты, которые понесет человек. Третий момент – это так или иначе, неважно, на рабочем месте или в личное время вы занимаетесь человеком, рано или поздно человек скажет, что «а вы ему не додаете, что он всего достиг сам, и вы ему особо-то и не помогли». И почему это возникает такое ощущение? Ну, почему? Статьи он читает сам, книги он читает сам, задачи он решает сам, курсы в интернете он смотрит сам, вы-то ему только подсказываете, где что посмотреть, на что обратить внимание, на что не обратить внимания. А с этим бы он и сам справился. И человек очень быстро забывает, что когда он начинал обучаться, он не мог, допустим, полгода, год чем-то занимался, не мог найти в себе силы и возможности сходить на собеседование, либо ходил, но неуспешно. Потом появился ментор, и он с ним начал как-то более эффективно взаимодействовать, но очень быстро, когда достиг какого-то результата, забыл, что ему действительно помогли. Он считает, что он всего добился сам. Это тоже очень часто встречается, потому что в действительности правда заключается в том, что 90% должен сделать сам ученик, и всего лишь 10% сделать ментор. Он должен увидеть проблемные места и их закрыть. Ну и четвертый момент. Люди приходят и ищут помощь на этапе, когда им этого еще не нужно делать. То есть, когда у вас нет никаких знаний, и вы уже сразу ищете человека, который вас будет учить, по сути, опять же, говорю, репетитора, это совсем не менторская помощь, это именно репетиторская помощь. На первом этапе нужно все-таки окончить какие-то, пускай, онлайн-курсы, прочитать необходимые материалы и сформировать какой-то базовый набор знаний. И с этим базовым набором знаний искать человека, который просто этим знанием придаст форму, уберет ненужное и обратит внимание на нужные моменты. И тогда это все будет гораздо эффективнее. Поэтому, если вы решили, что вам нужен ментор до того момента, как вы попали на работу, вероятность его найти практически нулевая. Никто по озвученным выше причинам на это добровольно не пойдет, потому что, как я уже сказал, головной боли много, а выхлопа мало. Но на этом этапе в большинстве случаев ментор и не нужен. Нужно общаться на форумах, нужно ходить на митапы, нужно общаться с людьми, нужно в интернете проявлять активность. И тогда тебе просто люди, которые уже прошли этот путь, помогут совершенно бесплатно, ненапряжно для них. И не нужно будет искать какого-то конкретного человека, который тебя будет вести за ручку. А уже когда ты попадешь на рабочее место, там тебе так или иначе человека, который будет за тобой присматривать, дадут. И что касается бесплатных источников. Вот смотрите, например, у меня есть чат Gitter. Там можно задать любой вопрос, и если кто-то может помочь, помогут. У меня есть Телеграм, где я публикую все интересные ссылки, которые я в процессе изучения чего-то нового встречаю, я всех скидываю в Телеграм. У меня есть патроны, которые могут рассчитывать на индивидуальную помощь. По любому вопросу я достаточно внимательно отношусь ко всем личным сообщениям. И если к этому мне еще добавить какую-то менторовскую помощь какому-то одному человеку, еще непонятно ради чего, собственно говоря, по сути для меня это голый энтузиазм и благотворительность, я просто не смогу заниматься, например, каналом на Ютубе, который тоже тратит много времени. Поэтому, если вы хотите получить какой-то совет, какую-то помощь, не ищите конкретного человека. Ищите сообщество, ищите форумы, и там задавайте свои вопросы. И есть еще один достаточно эффективный способ, это присоединиться к какому-то проекту на GitHub. Тьма проектов, которые нуждаются в помощниках, и за то, что вы будете писать какой-то код, автор проекта будет вам оказывать помощь в вашем развитии. Но если вы ставите цель найти ментора, то по озвученным выше причинам практически нулевая вероятность того, что кто-то согласится. Это был канал Software Engineer. Спасибо, что слушали. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok